Можно сказать, что случайно, но ничего не бывает случайно. Я уже в этом убедился. На самом деле, когда я был еще школьником, я хотел работать водителем троллейбуса, чтобы объявлять в микрофон остановки. И моя мечта осуществилась. Я теперь объявляю в микрофон, но не остановки, а рассказываю людям о событиях, как эти события зародились, к чему они могут привести. И я понимаю свою миссию – это помогать людям, информировать их о тех изменениях, которые происходят в мире. На телевидение я пришел после выпускного, где меня попросили снять ролик о моем факультете. Так как выпускной тогда проходил в кинотеатре, был большой экран, и организаторы этого вечера решили, что экран будет поставать, пускай там будет ролик. Меня, как самого активного на курсе, попросили его снять. Я никогда раньше не держал в руках камеру, но что-то мы сняли. Потом где-то два дня монтировали. Нам показалось, что это очень смешно, потому что все реагировали на экране в виде себя и своих преподавателей очень божно. Я понял, что я знаменитый режиссер, вот сегодня родился. Пришел сразу на телевидение, вот так уверенно заявил о своем таланте. Меня, конечно, в режиссера не взяли, они сказали, ну, если хочешь, постажируйся, попробуй. И вот на практике я и постигал азы своей профессии, это было 23 года назад. Вот теперь сейчас я понимаю, что то, что я тогда вот за эти 23 года наработал, теперь нужно и отдавать долги, делиться с молодыми журналистами, начинающими. Поэтому даже свою частную школу сейчас начинаю организовывать бесплатно для всех желающих постигать азы специальных репортажей. Периодически, раз в пять лет возникает такое желание у любого нормального человека, если он занимается одним и тем же. Но, понимая особенность нашего мозга, я как-то нашел с ним общий язык и предложил ему варианты. Например, менять каждый раз, раз в пять лет, локации. То есть сначала я работал в Приволжском федеральном округе, потом я переехал на Украину, возглавлял корпор-бюро в Киеве, потом Ростов. Вот так вот периодически меня место, я узнавал новые места, я познакомился с новыми людьми и все время было интересно. И когда я понимал, что вот начинается повторение какое-то, ведь у нас же есть календарь событий. Если ты из года в год снимаешь, например, замечательный праздник в Суздале, праздник огурца, то очень трудно придумать что-то новое. А если ты переезжаешь в Ростов-на-Дону, там праздник ухи. И тогда уже фантазия снова включается и начинает работать. Ну, сейчас я, работая в ВГТРК, сменил уже не локацию, а сменил вид деятельности. Я был в новостях, а сейчас я работаю над документальным фильмом. Это новый формат и тоже интересно. Интересно постигать этот формат, интересно изучать тему глубже, чем тебе позволяет время работы в новостях. Вот так немножко договариваясь со собственным мозгом и получается такой длинный марафон творческий. Только из собственного опыта черпаю знания. Ведь работа репортера, она чем хороша? Ты приезжаешь на место, оглядываешься по сторонам, подмечаешь что-то интересное, включаешь свое любопытство и начинаешь расспрашивать людей. Узнавать ответы на вопросы, те, которые тебе самому непонятны, а значит непонятны, наверное, и зрителям. Иногда даже я специально ставлю себя в рамки человека, который не имеет, может быть, высшего образования, не разбирается в металлургии. Для того, чтобы так все ему доходчиво рассказать, чтобы это было понятно большинству наших зрителей. Но только на полях. Ну, естественно, работая сейчас в жанрах документальных фильмов, я часто сталкиваюсь с историческими какими-то событиями, и тогда приходится идти в архивы. Очень трудно работать над историческими темами, потому что трудно окартинеть. То есть показать это в телевизоре, на экране компьютера. Иногда прибегают к реконструкции, то есть люди одевают исторические костюмы, играют сценки. Но я все-таки привержен документалистики, потому что за каждым моим словом должно стоять доказательство, должен стоять факт. Поэтому приходится идти в архив, раскапывать этот документ с помощью сотрудников архива, снимать его и предоставлять публике. Репортаж — это все-таки взгляд репортера на события. То есть это, получается, субъективный взгляд. Но он должен оставаться объективным в фактах. То есть нельзя давать оценочные какие-то мнения. Нельзя придерживаясь, например, каких-то одних политических взглядов, умалчивать о одних фактах и выпячивать другие. Ну, это будет уже преданциозность. Понимаете? Для меня иногда стоял такой вопрос, но я все-таки решал его в сторону объективности. И, как показала история, был прав. У меня даже выходили такие репортажи, которые на главном редакторном канале нашем еще так-то задумывался показывать это в эфире или нет. Уж слишком они были объективны и правдивы. И, наверное, зная мою любовь к фактам, уже главный редактор определяет, давать мне эту тему или не давать. Если нужно глубоко покопать, то... Ну, не знаю, есть у артиста такое амплуа. Вот этот человек играет очень хорошо Дон Жуана. Вот мне кажется, у меня получаются определенные вещи. Это расследование, скажу, журналистика, это внедрение, это анализ большого массива информации и доходчивое объяснение. Вот мне дают такие темы, чтобы я в них и разобрался. Нам нужно передавать информацию нашим зрителям, читателям, ну, людям. А чтобы не делать это в пустоту, нужно передавать по тем каналам, где они присутствуют. Если они присутствуют в Телеграме, то, конечно же, нужно их заводить в Телеграм-канал. Если они в Ютубе присутствуют, конечно же, нужно и там тоже давать информацию. Почему у нас сейчас холдинг, ВГТРК, теле, всероссийская теле-радио-вещательная компания? Я бы сейчас еще добавил туда интернет, потому что у нас очень много каналов. И там сайт есть свой, мы на Ютубе выходим, да везде, где угодно. Это не просто веяние времени, ну, это необходимость. Мы все равно должны людям донести эту информацию. Здесь разными способами. Поэтому она дублируется, но не дублируется, так как это было на телевидении, так же там в Телеграм заходит. Нет, там разные формы подачи, там более короткие, более сжатая информация. Там видео-то, ну, коротенький кусочек. И поэтому есть своя интернет-редакция у нас на ВГТРК. Я отношусь как к данности, с которой тоже нужно работать. Еще это хороший источник информации, потому что там очень быстро информация распространяется, но также ее нужно трижды перепроверять, потому что где нет подписи человека, то есть информация от Ивана Ивановича. От какого-то неизвестного, там, под ником человека, то это всегда есть вероятность, что это будет фейковая информация. Пойди там, проверь, правда ли или нет. Поэтому если мы берем оттуда эту информацию, мы перепроверяем, либо делаем ссылочку. Мы взяли там, не факт. Возможно, что это не так. Я сейчас запускаю в социальной сети конкурс на лучший специальный репортаж региональных журналистов. Ну, это по России. Не знаю, может быть, я наберусь опыта и расширю по соседним странам. Так вот, я попросил прислать свои работы, чтобы оценить уровень претендентов, слушателей на этого конкурса. И понимаю, что, к сожалению, очень мало у нас люди понимают, зачем они делают этот репортаж. Есть у нас телевизионный эфир будущий в виде черной дыры. Вот вы знаете, что через час начнется эфир, и эту черную дыру нужно чем-то закрыть. И возникает такое ощущение, ну, хотя бы чем-то. Вот человек что-то сказал про интеграцию. Вот давайте вот этот вот кусок вставим, вроде что-то близкое. Ну, и какие-то слова еще добавим. Когда ты смотришь целиком этот репортаж, ты думаешь, а зачем вот я сейчас все это услышал? Для того, чтобы просто увидеть, чем заполнили эту черную дыру, или мне какой-то смысл хотели передать? Важный смысл, почему он касаться должен меня? Так вот, мой первый совет, нужно определить, а чем вы можете помочь людям, которые находятся там по ту сторону дисплея? Вот какая у них есть потребность? Есть у них вообще потребность слушать евроинтеграцию или нашу интеграцию? Или какая-то другая есть потребность? И вторая, действительно создать в своем материале настолько авторитетное и авторитетное мнение, ну, авторитетное, значит, человек тебе поверит, что эта информация не будет просто услышана, она будет принята и она будет принята на вооружении. Что человек сразу скажет, а он прав, наверное, вот он прав, надо так и поступать. И третье, почему поступать, это не просто должна быть информация, информация для принятия каких-то решений, действий. Ну, например, когда он введет какой-то репортаж, человек подумает, нет, я, наверное, с этой компанией уже связываться не буду. Либо он подумает, ой, да нам нужно тоже во дворе посадить дерево. Ну, то есть предпринять какие-то шаги, какие-то действия, а не просто заполнить черной дыру эфира.